Для того, чтобы успешно решать задачки на сечении, нужно хорошо понимать два факта. Во-первых, если точки А и Б принадлежат плоскости, то и вся прямая А-Б лежит в той же самой плоскости. Во-вторых, очень полезное свойство звучит так. Если плоскость альфа параллельна плоскости бета, и их пересекает некая третья плоскость, например гамма, то пересекает она их по параллельным прямым. Если с теорией все понятно, то давайте решать задачки. Первая будет совсем простой. Нужно построить сечение куба по трем точкам. Точки будут следующие. А1, Б и С1. Посмотрите как раз на А1 и С1. Они лежат в плоскости верхнего основания. Значит, вся прямая будет А1, С1 лежать там же. Получается А1, С1 это искомый отрезок сечения. Аналогично А1, Б и точно так же С1, Б. То есть мы нашли такой многоугольник, по которому наша секущая плоскость пересекает куб. А значит, получили ответ. Теперь решим задачку чуть-чуть поинтересней. У нас есть параллельпипед. Сечение будем строить по трем точкам. А1, Д1 и точка Б. Начнем с очевидных отрезков сечения. А1, Д1 лежит в плоскости верхнего основания. Отрезок А1, Б лежит в плоскости А, Б, Б1. А вот отрезок БД1 проводить не стоит. Он, скажем так, сквозной и не является стороной сечения. Здесь лучше бы заметить, что наша секущая плоскость пересекает параллельно между собой левую и правую грани параллельпипеда. Значит, пересекает их по параллельным прямым. Если левую по А1, Д1, то правую по БЦ. Соединив новые точки, получим искомое сечение А1, БЦ, Д1. Наконец, самое интересное из нынешних трех задач. Это построить сечение куба по трем точкам. Постараемся решить эту задачу двумя способами. Фантазировать с названиями не будем. Вершины, как обычно. Точки Д1, середина рёбер АА1 и, например, ЦЦ1. Вот такие три точки. Новые пусть будут Е и Ф. Заметим, что Д1 и Е уже лежат на грани куба. Проведём отрезок. Аналогично Д1 и Ф. Соединим отрезком. А вот дальше интересно. Е и Ф пока что не позволяют получить сечение. И нужно уже что-то думать. Первый способ. Д1 и Е лежат в одной плоскости. Прямая лежит в той же плоскости, а прямая, как известно, бесконечна. Пересечётся она с АД. Аналогично Д1 и Ф точно так же будет пересекаться, но уже с ДЦ. Получили новые точки С и Т. Точки эти лежат в одной и той же плоскости, а именно плоскости основания. Ну, получается, вся прямая с Т лежит в той же плоскости. Отрезки СА, АД, а также ДЦ и ЦТ равны. Именно поэтому точка Б лежит на прямой СТ. Далее соединяем точки Е и Б, Ф и Б. Благополучно получаем наше сечение. Давайте теперь попробуем лаконично и грамотно записать построение. Прямая Д1Е пересекла прямую АД в точке С. Далее Д1Ф пересекла ДЦ в точке Т. После чего мы провели прямую СТ, и она наш куб пересекла в точке Б. Наконец мы получили сечение Д1ЕБФ. Теперь решим задачку вторым способом. Вот они три точки. Д1Е и Ф. Поначалу мы провели прямую Д1Е и Д1Ф. Посмотрите, плоскости ДЦ, Ц1 и АББ1 параллельны. Наше сечение пересекает одну из них по Д1Ф, значит, вторую по параллельной прямой. В данном случае это ЕБ, потому что Е и Ф – это были середины соответствующих ребер. После чего мы уже получили сечение Д1ЕБФ, как и минуту назад. То есть данный способ оказался достаточно коротким, но в то же время правильным. Если вы хотите закрепить успех, чего я очень советую, порешайте задачки, которые находятся под видео. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова